Доброго дня, хорошего понедельника! Что-то интересное, что произошло на выходных, ну и, конечно же, может быть, заставить вас как-то принять участие в нашем эфире. У нас телефон не изменился, 202-11-22. Будем разыгрывать билеты в кино, но не простые билеты, а Киновертикаль приглашает на театральный киносезон. Это лучшие постановки известных каких-то театров, например, Шекспировский театр, постановки каких-то удивительных французских, итальянских, немецких трупов, собственно, которые вызывают интересы. Они идут субтитрами, с антрактом, то есть можно нарядиться, собственно, и провести время как будто бы в театре. Эффект присутствия гарантирован. В общем, сегодня будет у вас возможность выиграть эти пригласительные билеты. Ну и сегодня также будет возможность у вас пообщаться с нашими гостями, узнать, что интересного, нового, такого, в общем-то, веселого и находчивого происходит в их жизни. Это команда КВН «Самара». Буквально насыщенные выходные у ребят. О них они, я думаю, расскажут нам прямо сейчас. Давайте знакомиться. С нами заместитель директора региональной лиги КВН «Самара» Леонид Копичай. Здравствуйте. Здравствуйте. И, собственно, человек, который уже ассоциируется не только с командой КВН «Самара», но и с другими лигами и вообще просто человек КВН. Это Никита Коваленко. Никита, привет. Здравствуйте. Вы живы, все хорошо. Два дня нон-стоп КВН. Такое, я думаю, не впервой. Алёнь, как себя чувствуете? Как ощущения? Вы знаете, возраст берет свое. Уже не те времена, когда я мог и по три, и по четыре концерта выдерживать. Ну, конечно, да, мы жутко устали, потому что не только два дня самих съемок проходили, но и, естественно, к этому следовала колоссальная подготовка, за которую нас очень жутко вымотало. Но мы справились, слава богу. Все выжили, все. Все живы-здоровы. Единственное, что, может быть, еще спят до сих пор. Процепаются. То есть утренний практически эфир для вас сейчас. Недавно проснулись. Да, да. Хорошо. Никита, ты как? Я тоже скорее жив. Были действительно сложные выходные, наверное, самые сложные за этот год, но в КВН такая игра, мы именно ради этого играем, что были такие выходные, потом было что вспомнить. Отходим неделями. Все понравилось. Что было у вас в эти выходные? В субботу у нас была игра в первой лиге КВН в Тольятти, полуфинал. И вчера, в воскресенье, было очень грандиозное событие. Второй кубок КВН губернатора Самарской области проходил в МТЛ-арене. Две тысячи человек, по-моему, или даже больше. Две тысячи двести человек. Две тысячи двести человек. Две тысячи двести человек. Второй, но уже традиционный. Зал был забит до отказа. Команда высшей лиги, все было просто здорово. Ну, команда высшей лиги все, как бы, я так понимаю, зажгли тоже очень замечательно. Очень. Это был для Самары настоящий праздник. Во-первых, потому что были команды, которые впервые были в Самаре, в принципе, вообще даже ни с какими концертами они еще здесь не бывали. Ну, и были команды, которые уже знакомы самарскому зрителю, но от этого не менее любимые. Поэтому зал все отметили, и команды, и ведущие все отметили, что зал в Самаре супер дружелюбный, супер отзывчивый. Да люди бились за эти билеты. Да, мы с вами разнимали несколько драк, но в любом случае, да, очень понравилось, очень положительные отзывы. Да мы и сами, знаете, очень довольны. Да, но я опять же, Леонид упомянул ведущего, вел мероприятие Александра Александровича Масляков, с которым мы знакомы по премьер-лиге КВН. И в очередной раз мы рады были видеть его в Самаре, что он уже второй раз провел это мероприятие. Было очень здорово, как всегда. Ну, раскроете секреты за кулисами. Вы как вот, команда приехали, вы с ними дружите, знакомы были, как-то вот встретились, где-то, может быть, время провели, куда-то отвели, показали. Вот самая большая проблема КВН вообще в принципе движения, это как вот на примере команды СОК мы были в многих городах, но кроме аэровокзала и гостиницы и площадки мы ничего не видели. То же самое и здесь. Естественно, мы попытались провести какую-то обзорную экскурсию командам. Из автобуса? Да. То есть мы ехали там, кого-то я встречал ночью, мы ехали, я говорю, ну вот здесь вообще-то красиво, здесь у нас находится. А вот если бы мы проехали дальше, были бы там. Ну, ребята в любом случае после концерта пообщались, за кулисами мы успели тоже друг друга подержать за пиджаки, потому что, ну, действительно, и видимся редко, и команда Самара у нас уже вплотную начинает дружить с этими коллективами. Молодцы, да. Уже ребята звонят не мне, когда приезжают, уже ребята звонят команде Самары. Вон оно что! Да, да, уже все, все, променяли нас. Ну, Леня, ты сказал про команду КВН СОК, которую все знают, любят. У вас как дела? Вы где? Как? Мы частично в Самаре, частично в Москве. Раскидало вас, так. Да. Ну, у нас, как, собственно, и было уже сказано несколькими эфирами ранее, у нас разделилась команда, так скажем, каждый пошел по своему пути. Александр Волохов занимается актерской деятельностью, Алексей Зюзин занимается творческой деятельностью в плане написания сценариев, он работает в Москве на известном телеканале. И Дмитрий Колчин является редактором Высшей Лиги, Александр Юдин является автором команд. Ну, в общем, у нас все предели, так скажем. То есть, казалось бы, да, вот если отмотать какой-нибудь 2003-2005, там, вот эти вот года, кто бы мог подумать, что вот так все выйдет, что будете такие суперзвезды? Никто не мог подумать, никто даже предположить. Более того, в этом году команде КВН СОК 10 лет. Будете отмечать? Будем в конце ноября, ноября, да. Будет, попозже появится информация уже более подробная, так что ждите, ждите. В ноябре будем отмечать десятилетие. Сумасно, 10 лет, вот это да. То есть, 2005-й получается. Да. То есть, я практически угадала. Да. Вот. Никита, а у вас-то как дела, рассказывай, что дальше, какие вот итоги игры? Ну, прошедшая игра в первой лиге для нас сложилась, возможно, не совсем удачно. Мы бились до конца, но в финал прошли только две команды из семи. Мы, к сожалению, не попали в число этих команд. Но сыграли, на мой взгляд, неплохо. Болельщикам нашим понравилось. Жюри тоже отметило пару наших номеров. Поэтому руки не будем опускать. Сейчас у нас в ближайшее время несколько мероприятий. Еще 13-го числа будет у нас КВН-марафон традиционный. В рамках Дня города, да. Кстати, да, расскажите, пригласите. Все, все на набережную, все бегом на набережную. 13-го числа будет грандиозное событие День города. Будет много различных площадок, где будет много различных артистов, звезд. И в том числе будет КВН-марафон, где будет представлена не только команда КВН-самара, флагман движения КВН-самаре, но и другие самарские КВНщики из вузов, которые уже тоже набирают популярность не только у нас в городе, но и в других городах, потому что играют в центральных лигах в других городах. В общем, будет весело, как всегда, так что всех ждем. А во сколько начало? Это будет все весь день проходить? Именно КВН-марафон, я думаю, что ближе к вечеру, то есть часов пяти, наверное. В прошлом году было очень здорово. Просто народ, мне кажется, стоял. Единственное, что стоять неудобно. Приходится там ходить, присесть, ходить покушать, я так понимаю, но все возвращаются все равно. Ну, не будем скромничать, но на самом деле, да, когда проходит КВН-марафон на открытых площадках, если люди перемещаются обычно на таких открытых мероприятиях, когда начинается КВН, люди начинают аккумулироваться, стоять, смотреть. Ну, мы очень рады, что самарские люди очень любят игру КВН, разделяют, так скажем, наши интересы, и мы всегда будем радовать их своим юмором. А сам сезон-то он начинается или продолжается именно вот региональной лиги КВН-самара? Региональная лига КВН-самара, да, совсем скоро откроет полуфиналы. Также молодежная лига, юниор-лига школьная, совсем скоро вот у нее будет одна восьмая, ну, игра одной восьмой. То есть начинают. Сначала фестиваль. Я как редактор юниор-лиги приглашаю, если ты школьник, если ты сейчас смотришь нас, если ты почему-то не в школе в понедельник, то значит ты будущий КВН-щик. Собирай команду, 1 октября у нас фестиваль самарской юниор-лиги КВН, совсем скоро начнем подготовку и будем ждать все школьные команды, потому что сейчас наша команда чемпион прошлого сезона, уже в Анапе, на всероссийском фестивале команд КВН, юниор-лиги всей России, они готовятся, будут выступать, очень переживаем за них и болеем. Ну, то есть, в принципе, получается, что юниорское движение КВН нормально у нас функционирует, никто как бы не сдаёт позиции, так и идёт. Я бы даже сказал, не просто нормально, замечательно, на уровне со взрослыми ребятами. У нас, да, некоторые школьные команды гораздо смешнее, чем некоторые студенческие команды. И более того, если говорить о сухих цифрах, так скажем, всё равно статистика какая-то ведётся во всех сферах деятельности. И если взять эту статистику, то Самарский регион, в принципе, во всём КВН, то есть, будь то школьники, будь то студенты, мы всегда в каких-то лидирующих позициях. Такой продуктивности не каждый город может похвастаться. А вы никогда не копали вообще, когда появился КВН в Самаре? Не было какой-то такой вот, не знаю, познавательной странички, справки? Когда началось? То есть, понятно, что у вас есть в команде продолжатели целого тела династии замечательных и ведущих, и актёров. Но вот не копали, не было желания собрать прям старичков, как-то рихнуть, свести валю, строить какой-нибудь? Были подобные мероприятия, но тут знаете как, в Самаре просто в определённый момент времени очень популярным был не КВН, а STEM, движение студенческого театра истрадных миниатюр. Уже по 20-30 лет в университетах функционируют. Уже да, уже давно. Типа аэрокоссовский аппендикс, да, и знают за пределами города. Так аэрокосс у нас в КВН отличается как раз STEM-ами, потому что это шедевральный актёр, у них школа продолжает жить. И поэтому, когда КВН именно появился, то есть когда всё-таки люди перекинулись на эту игру, ну сложно сказать. Наверное, Самарский самолёт — это первая команда, которая заявила громко о том, что в Самаре есть КВН, не только STEM-а. Ну и до этого тоже это существовало. Ну, наш сокомандник, собственно говоря, подтверждение тому, Крымов Семён, его папа, собственно, наверное, он был родоначальником как раз движения Самарского КВН. Эх, кто ещё помнит концерты в «Звезде», друзья мои? Если помните, звоните 202-11-22. Но всё равно, в любом случае, агитбегада и STEM — это то, что в Самаре, наверное, и открыло в своё время то, чем вы, собственно, сейчас и занимаетесь. Друзья, пришло время нашего вопроса. Давайте поиграем с вами, разыгрываем пригласительные билеты просто на двоих в киноцентр «Вертикаль». Наш традиционный кино-розыгрыш, внимание на экран. Что за фильм мы загадали? Если узнали, звоните 202-11-22. Ну, немного юмора, как говорится, тоже не повредит, тем более в обед. Мы посмотрим выступление команды КВН «Самара» на 1-8-й. Как, кстати, сколько раз смотрели мне статистики, сколько просмотров в интернете? Статистика, конечно, есть. Личная статистика. Каждое утро начинаем. Я за ним не слежу, да? Да, самое интересное, что личная статистика практически совпадает с просмотром в интернете. Но это, конечно, шутка. Смотрели нас действительно много. Есть даже номера отдельные нашей команды, которые... Вырезаны, выпилены из эфира, как говорится, да? Да, за миллион просмотров. Мы сами удивились, когда нашли. Ну, значит, нравится людям смотреть в интернете наше выступление. Ну, давайте посмотрим, ну и, конечно, вернемся потом в студию. Команда КВН «Самара»! Ребята, ну как вы себя ведете на первом канале? Что-то я не понял, а вы, собственно, кто? Я буду играть вместе с вами в КВН и научу вас хорошим манерам и этикетам. Мы вообще-то очень долгое время обходились без женщин в нашей команде. Вот именно. Ну, поэтому ты такой нервный. И вообще, ребята, я уже проанализировала все ваши выступления и поняла, что у вас в команде есть одна маленькая ошибка. Вот она. Одна длинная ошибка, одна смуглая, одна в очках, одна... Ой, девушка, что вы из себя строите? Последняя смешная женщина была в Пятигорске. Последняя смешная женщина была в Госдепе США. Последняя смешная женщина была под Таганрогом. От нее еще рыбой пахло. Я извиняюсь, я думал, сейчас каждый про свою рассказывает просто. Так, парни, девушка, вот как вас зовут? Катюша. Слушайте, ну нужно брать в команду, потому что, как говорил мой дед, если б не Катюша, мы б не победили. Ну что, Самара, поехали! Опа! Итак, начнем. На криминальной разборке. Постойте, Тимур, вам вынесли стул. Вы что должны сказать? Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, а вы в ответ. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Ну, отлично. А теперь показывайте свою миниатюру. Короче, ты задолжал нам денег. Вот башка твоего кореша. Спасибо большое. Так это, всегда пожалуйста. Так что я... В мире не утихают скандалы по поводу того, что Россия якобы подкупила исполком FIFA, который принимал решение о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018. Споры продолжаются до сих пор. Давайте пофантазируем, как это происходит. В общем, мы считаем, что все было именно так. Итак, чемпионат мира по футболу пройдет в России. Да нет же, коллега, эта версия надумана. Все было совсем по-другому. Да! Да! Да в России! В России руку отпустил! Нет, 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 нет. Все было вот так. Итак, чемпионат мира по футболу пройдет в... В России! Парни, мы уже второй сезон в премьер-лиге, и чтобы нам победить, нужно реально что-то бронебойное. Ага. О, а давайте покажем Самарский суд. Подожди, суд всегда показывали камазяки. Ай, кто их спрашивать будет? Здорово, бандиты. Слышь, Чеграш, вы че на чужую территорию лезете? Ты у меня всю жизнь лекарства покупать будешь, понял ты? Денис, мы вас сейчас терпим только потому, что вы старый КВНщик. Ну, че? Старый? И сколько вы мне дадите лет? Ну, лет 25-53 где-то так. Че ты сказал? Че ты сказал? Эй, это вообще-то я сказал. Я знаю. Че ты сказал? Че ты сказал? Вообще-то у нас тоже есть кому за нас постоять. И кто это? Алена, аааа. Заткнись, я тебе говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то проблемы, ребят. Вот это... А, хорош! Хорош! Че ты сказал, да? Хорош! 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 Я сказал! Вместе-вместе отпускаем! АПЛОДИСМЕНТЫ ГУАШ! ГУАШ! Маркер! Дурочка! Маркер плохо отмывается! А ты красивая! Ты тоже! Ты влёжа! Ты тоже! Дурына! Алена! Алена, Денис, целоваться на первом свидании не принято. Поэтому, уважаемые члены жюри, ради любви ребятам очень нужно второе свидание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, команда Коэн Самара и Денис Дорохов с любовью за мной! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самар! Самар! Все смотрели? Вы смотрели, ребят? Я смотрел. Я нет. Ну вот, Леонид, тогда ты не угадаешь. Для меня тоже будет сюрприз. Да. Друзья, звоните, 202-11-22. Есть звонок. Давайте, принимайте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Меня зовут Пирамидкин. Это из фанатов? Это ваши? Проснулись? Проснулись. А кто? По голосу можете узнать? Это Роман Баширов. Рома, привет! Ты что спишь? Почему не пришел на эфир? Пирамидкин он интересуется. Как команда Самара вчера обыграла в ДАУС, но проиграла Качелем? Спасибо. Внутренний юмор, да. У нас на полуфинале первой лиги мы уступили место команды КВН Качели. А вчера, собственно говоря, на Кубке Губернатора мы выиграли у команды КВН ДАУС. Полуфиналистов высшей лиги. Да. И серебряных призеров прошлого года. Ну, как, как, господин Пирамидкин? Вот вы-то и ответьте на этот вопрос, как вы так умудрились сделать. Да, ответьте, пожалуйста. Ваше мнение? Пирамидкин, он профессиональный. Он комментарий не дает по этому поводу. Всем привет. Спасибо большое. Почему Пирамидкин? И в трубку бросил. Я не договорила. Ну, это у нас на каждом выезде есть такой момент, когда устаешь от юмора, много пишешь, много работаешь, устаешь, и нужен какой-нибудь персонаж вымышленный, который будет тебя развлекать, немножко отвлекать. Друзей вымышленных себе напридумывали. Да, да, да. И вот в этом выезде у нас был такой персонаж, депутат Пирамидкин, который нас веселил своими появлениями. Ну, понятно. Друзья, 202-11-22, звоните, задавайте вопросы. Ребята, может быть, вы вчера были как раз-таки на мероприятии Куба Губернатора, и, может быть, что-то хочется спросить, я не знаю, пожелать, высказать свое мнение. Давайте, не стесняйтесь. Ну, и, конечно, фото, вопрос наш продолжается. Что за фильм мы загадали с участием известных актеров. Если хотя бы актеров назовете, будет вам плюс один. Ну, и билеты в кино. Звоните, 202-11-22. Про вчерашнюю игру, с кем играли, давайте расскажем. И как так случилось, что вы даже обыграли вот таких замечательных людей. Мне кажется, это вообще круто. Это очень круто. Мы, на самом деле, очень рады, что вообще игра сложилась в целом хорошо. Были у нас гости из столицы Парапапар Мгимо, неоднократные финалисты высшей лиги и обладатель двух Кевинов в золотом. Как раз вчера был эфир премьер лиги. Нет, вчера был эфир Голосящего кино. Светлогорский в этом году он прошел, где как раз команда КВН Парапапаром взяли золотого Кевина второго своего в истории. Также была команда КВН Днепр из города Днепропетровск, наши старые друзья. И команда КВН Детективное агентство «Лунный свет» — это команда, наверное, хит... Самой многочисленной. Прошлого, да. Прошлого этого сезона, то есть такое новое веяние в КВН. И вот их-то мы и обыграли, команды КВН Самара. Да. Тоже наши очень старые друзья. Я с ними играл еще где только я с ними не играл. В Нижнем Новгороде, потом в других городах играли. И первый раз вот у меня так вышло лично. Получилось их обыграть, чему я лично несказанно рад. Ну, а как распределились места? Первое место заняла команда КВН Днепр, 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 да. Второе место — Парапапарам, третье место — команда КВН Самара и четвертое место — детективное агентство «Лунный свет» Белгород. Сумма сойти. То есть вы в тройке лучших. Да. Какие молодцы. Это очень, мне кажется, так вдохновляет и стимулирует на новые какие-то подвиги. Кстати, о подвигах сказали, что образы меняете, что-то новое получается, новая кровь, свежая кровь. Да, сейчас мы посмотрели выступление из премьер-лиги КВН. Это было начало этого года. Мы пробовали что-то новое, потому что поняли, что надо меняться, чтобы было еще интереснее. Не стоять на месте, быть в тренде, так. В той игре мы, к сожалению, не смогли пройти дальше. Поэтому решили, что опять нужно что-то поменять. Сейчас в первой лиге у нас уже немножко другое лицо. Команда, кто вчера был на Кубке губернатора, увидела это лицо. В принципе, мне кажется, оно всем понравилось. Симпатичное лицо? Лицо симпатичное. Не сказать, что оно очень... Просто Никита сейчас про себя рассказывает. Да, не сказать, что оно очень оригинальное, новое лицо команды. Но нам кажется, что каждый теперь в команде запоминается. У каждого есть определенный образ. Мы знакомим людей с участниками команды. И потом уже номера смотрятся намного интереснее, чем раньше. Кто-то ушел, кто-то пришел? На самом деле, костяк он так и остался, неприкасаемый. То есть, как и изначально планировалась команда КВН Самара, сборная лучших в Самаре из движения КВН. И когда собралась сборная, никак не получалось каждого показать. То есть, каждый на что способен, раскрыть каждый образ. И, наконец-то, вот я говорю, пришло это время, когда уже, да, в начале каждого выступления Никита рассказывает о каждом образе. И уже, наконец-то, мы можем посмотреть, кто во что гораст. То есть, так решили раскрывать таланты. Какие-то новые таланты, кстати, открылись, может быть? Кто-то вдруг у вас петь начал? Кто-то как затанцевал? Знаете, не сказать, что открылись новые таланты. Скорее, наконец-то, научились использовать свои таланты в правильном направлении, в правильном русле. Может быть, не совсем научились, но направление точно правильное, я считаю. Для зрителя много открылось, да. Мы-то знали про эти таланты, но никак не могли их показать. Но вот сейчас уже, наконец-то, как-то начинает вырисовываться такая картина, когда уже можно использовать все мощности сборной Самары. Ну, а в планах, вот если, допустим, говорить о чем-то таком глобальном. Вот следующий год, но он не за горами, да? Фестиваль опять наверняка будет. Вы поедете. Ну, как наверняка он будет? Фестиваль будет, да, это неизменно. В стране непонятно, что может происходить, но фестиваль КВН хотя бы три команды дособерет. Поедете? Ну, планируем, естественно, планируем выезд на Сочинский фестиваль, потому что, ну, оттуда начинается весь КВН, все сезоны. Естественно, будем присутствовать, естественно, будем что-то думать туда, ну, скорее всего, даже не новое, а более в новом свете уже что-то интересное. То есть сейчас уже мы понимаем, что команда КВН «Самара» точно не уступает по юмору многим командам, и точно мы имеем право на существование в среде лучших команд страны. И теперь осталось только сделать так, чтобы это все выглядело очень интересно. Ну, а если переехать из «Самары» в Москву и там пробовать себе каких-то шоу там и так далее, как многие делают КВНщики, вот 10 лет назад, вот я уже 10 лет назад отматываю, в 2005-й, многие-то начинали с КВН, да, а сейчас играют в известных шоу, скетч-шоу, каких-то там еще удивительных. Вы же тоже лица, ваши лица узнают, ой, где-то я видела его, а потом, оп, и вспоминают. Самое интересное, что все развлекательные проекты на телевидении – это все проваливающие дела. Начиная от сценариев, продюсерства и так далее. Ну, пока, мне кажется, у меня, по крайней мере, ну-то я за себя могу сказать, я не знаю, сейчас Никита расскажет с более молодой точки зрения. Ой-ой-ой. Мне кажется, что мне здесь хочется, мне хочется быть в «Самаре», и хочется здесь раскрывать молодые таланты, там, более, как сказать, оставаться локальным. Но ты же не можешь сказать, что ты наигрался? Ну, какой КВНчик можно сказать, что он наигрался? Такого не может быть в принципе. То есть так позови сейчас, свистни, как говорится, и тут прям… В ноябре-то, собственно говоря, на десятилетие СОК, да, мы… Встряхнете всем, чем можно. И да, мы собираемся, мы уже там придумали грандиозные различные номера, так что… Да знаю, как вы собираетесь, пришли, поржали, разошлись. Так, наверное, и происходит. Ну, примерно так и происходит, да. Ну, вот, Никита, скажи. Скажи, да. Не собираешься в Москву. В Москву очень хочется, но хочется туда поехать на игру и желательно в высшей лиге. Пока для большинства членов нашей команды, я уверен, здесь еще очень много нераскрытых мест, куда мы можем вложить наш потенциал, тем более, что практически вся наша команда сейчас занимается в Самаре и юмором, и какими-то праздниками, и, опять же, региональной лиги Самары. И есть еще много в нас, что мы можем отдать еще более молодому поколению. И хочется родному… Откройте школу. Да, хочется родному городу еще что-то отдать, и совершенно не хочется уезжать и работать на какого-то дядю в Москве. Вот так вот. Ну, в любом случае, искренне хочется вам пожелать, чтобы вдруг так вот раздался однажды звонок. Такой, Никита, это кто-нибудь… Звонки эти уже раздаются. Раздаются? Уже раздаются, да. Ребята, я говорю, еще не весь потенциал свой раскрыли, еще не все доказали в КВН, поэтому смысл перебираться… Ну, я не хочу никого там обижать, но есть такие люди, которые чуть-чуть куда-то вылезли и бегом-бегом-бегом в Москву на какие-то телепроекты, а там раз и ничего не получается. И выдохлись. А почему? Да, потому что нужно сначала набраться опыта, стать профессионалом, а уже потом спокойно, чтобы не ты ехал на работу, а работа тебя тянула туда, чтобы нуждались в тебе как в человеке. У меня вопрос такой, я не знаю, с подвохом или нет. Как понять, человек КВНщик или нет? Нужно у него спросить и посмотреть на реакцию. Если на его лице усталость от этого вопроса, то это КВНщик точно. А в диалоге очень легко это распознать. Если человек начинает в диалоге постоянно пытаться отшутиться, это стопроцентный КВНщик. Но юмор, который используется в таких ситуациях, всегда же выручает. Так или нет? Он очень много добавляет полезного в жизни. Надеюсь, не мешает, а то так на работе сидишь. Абсолютно. Не, ну бывает, когда юмор неуместен, а он в тебе сидит и просится наружу. Или просто никто не понимает пока твоего юмора. Он слишком умный. Да, но в большинстве случаев, конечно, юмор вообще по жизни шагать помогает. То есть это гораздо проще вообще в любой ситуации находиться с точки зрения, так немножко с юмористической точки зрения, отойти от ситуации, посмотреть, посмеяться. Спокойнее, комфортнее находиться так. Ну, то есть... А у меня вот такой еще вопрос интересует. Вот приехали к нам команды, да, вчера. Они не местные. Как они узнают о трендах, тенденциях, шутках и новостях? Они же шутят про Самару. Пусть там про дороги сейчас уже не шутят, но в любом случае шутки-то про дороги. Помните, как были там? Несколько сезонов подряд просто не сходили. Вот про что шутили? Топ-3, например, каких-нибудь про Самару. А в этом году что у нас было, у приезжих было? Шутили, ну, шутили про метро Алабинскую, но уже шутить неуместно. Ага, да. Ну, то есть они приехали, а что это у вас? Ремонт дорог. Уже построили? Метро построили. Говорят, а о чем шутить-то? Ну, шутили про криминальные районы, как в любых городах они существуют. Да, то есть узнают они это очень просто. Приезжают, где у вас криминальные районы, как они называются, что у вас в городе происходит. И тут же, то есть на основе, так скажем, кратких новостей о городе составляют какую-то юмористическую программу. То есть это универсальная шутка получается, допустим? В каждом городе есть такой район? Есть универсальные шутки, например, про криминальный район, это на 100% в каждом городе. Просто меняй название, да? Да, страны, он есть. Если есть какое-то событие, именно относящееся конкретно к конкретному городу, то шутка может родиться прямо здесь и сейчас, почему нет? Это частая практика. Мы также приезжаем в другие города, и также первое, что мы требуем от местных жителей, это А4, на котором написаны последние события, актуальные для города, именно. Чтобы быть, так сказать, в тренде. Понятно. Ну а вот вопрос, допустим, шутки, которые вчера звучали, вот которые, например, запомнились вам из других команд? Так если... Прилично, прилично. Я понимаю, что прилично вчера все было. Все было хорошо, но я не знаю, я поскольку... Что в голове, может быть, крутится? Организаторской деятельностью занимался и бегал, не слушая концерт, но одну шутку я застал у пара-папара МГИМО про Владимира Владимировича Путина, как раз относящийся к вашей профессиональной деятельности. Диктор на телевидении ошибся и назвал Владимира Путина Юрием. И сидит диктор, он очень удрученный режиссером и говорит, ну подожди, ну все в порядке, ну с кем не бывает, ну ошибся, ошибся. Давай, давай, все, соберись, соберись, соберись. Собрался? Да, собрался. Выходи, за тобой приехали. То есть вот эту шутку я услышал. Это была шутка, если что. Ну вот, Никит, тебе что, запомнило что-нибудь? Я тоже. Как и Леня. Прокручивал, прокручивал. Скорее занимался репетициями за кулисами, поэтому не удалось практически посмотреть выступления других команд. Больше с ними общались. Вот вообще не были какие-то шутки, но сейчас уже и не вспомнишь. Потому что в тот момент думаешь только о выступлении, о том, как хорошо выступить, понравиться залу. А сегодня уже такая, знаете... Отходняк, если говорить. Пустота немножко. Не сказать, что грустная, но немножко пустота, нужно немножко передохнуть. Но в любом случае, самарский зритель сможет увидеть кубок на местных телеканалах, так же, как и игру в Тольятти, которая проходила тоже на местном телевидении, будет транслироваться. Так что все это можно посмотреть и в интернете, и на телевизоре, и как угодно. Кто что пропустил, как говорится. А издал одно, а по телевизору другое, в любом случае. Разница очень колоссальная. Колоссальная. Колоссальная, да. То, что половину не покажут, мне кажется. Самая колоссальная разница, особенно для артиста, это когда ты находишься на сцене, и перед тобой 2200 человек. Ох, ребята, это что-то... Это непередаваемое ощущение, потому что, когда зал реагирует на то, что ты делаешь на сцене, ну, Никита вот сидит даже мило, улыбается. Мне кажется, он так прокручивает. Да, потому что... На самом деле я прокручиваюсь сейчас эти моменты вчера, и полностью согласен. Это очень круто. Каждому хочу, чтобы каждый это почувствовал в своей жизни. Друзья, ну, я так понимаю, что вопрос с этим кадром из фильма немножко вас заставил подумать, не получается догадать. Давайте другой кадр покажем нашим зрителям. Может быть, он будет попроще. Может быть, его угадают наши дорогие зрители. Что за фильм? Ну, вот, Лень смотрел. Обязательно. Никита, ты смотрел? Отлично. Все, значит, наши зрители точно справятся. 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы же на улице города, горожанам задали вопрос. Как же они себе поднимают настроение? Весьма забавный ответ мы получили. Давайте смотреть. Как поднять себе настроение? Хорошей погоды, вот тебе и настроение. С девушкой. Всегда веселимся, ходим по разным местам, ездим в торговые центры, просто гуляем на улице, проводим время вместе, друг с другом, с друзьями. Так и поднимаем настроение, наверное. А часто бывает плохое настроение? Ну, иногда бывает, да. В эти необычные дома. Разговоры с внуками, которые у меня далеко, к сожалению, от дома. Музыка, любимое дело, хобби. А какое хобби? Спорт, рэп-музыка, которой я занимаюсь. Сладким. Иду в магазин, сразу покупаю сладкое себе. А за фигуру не боитесь? Нет, я занимаюсь спортом. Спорт поднимает настроение? Ну, как? Не особо, устаешь, потому что очень сильно. Приятным общением с близкими людьми. Я, в первую очередь, не понижаю себе. То есть быть позитивным и заниматься тем, что тебе нравится. Ну, а бывает такое, что настроение с утра не задалось? Ну, опять же, мне кажется, человек сам себе настроение создает. Поэтому, как ты ее настроишь изначально, так и будет. Вот как мы в начале эфира настроились. Собственно, так у нас и все весело проходит. Тем временем, пару минут назад был задан вопрос. Вот этот вопрос труда не составил на него ответить. Давайте выясним, кто нам позвонил. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, вы как вообще насчет КВН? Раньше участвовала в Т-62. Правда, за кулисами. Ага. Вот, то есть вы как бы всю эту кухню КВНовскую знаете? Ну, практически. А почему за кулисами? Вы стеснялись выйти, я не знаю, вы были декоратором, звукачем. Кем вы были? Нет, я, так скажем, на подпевке была. Тоже, кстати, подпевка, это ведь вообще великая вещь. Это очень серьезно. Это полезные люди. Ну, давайте, отвечайте на вопрос, что за фильм мы загадали. На какой, кстати, будете отвечать? На этот? На второй. Давайте. Это правильный ответ. Отправляйтесь в кино. Всего вам хорошего. Есть ли что сказать ребятам? Всегда за ним болеют, только вперед. Они у нас молодцы. Занимать только первые места. Спасибо большое. Вот так вот, КВНщики сегодня нам звонят, это очень здорово. Я просто думала, вдруг кто-то еще проснулся из команды. Не знаем, не знаем. Видимо, кроме Пирамидкина все спят еще. Я думаю, он тоже уже спит. То есть поставил будильник позвонить, задать вопрос и, в общем-то, дальше спать. Ну, все, может быть. Кстати, как вот вы сейчас будете отдыхать? То есть это вот неделя без КВНа в тишине или все-таки соберетесь как-то? Невозможно остаться без КВНа в тишине. Нет, но вы разбираете? Вы вчера собирались или как вообще это происходит? Это, если не все секрет? Сегодня, я думаю, что будет такой выходной день. Завтра уже ребята соберутся, потому что нужно проводить анализ и прошлых мероприятий, и уже готовиться к следующим. Всегда, ну, то есть мы каждый день собираемся в офисе. У нас есть офис, где мы собираемся. У нас есть офис. Это у нас есть офис. В смысле? Я не знаю. Я к ним в гости прихожу, да, у них просто кулер есть. И чай. Да. Там, на самом деле, не только решаются вопросы текущей команды КВН Самары, естественно, у нас еще есть и лиги, у нас есть еще какие-то проекты, то есть работа постоянно кипит, у нас невозможно остановиться. Как сегодня сказала мне супруга, привет, жена, привет, моя дочь, которых я уже не видел неделю, ночевал два дня дома, но не видел, да. Поэтому скоро, скоро я с вами позанимаюсь тоже, как-то проведу время. Настроение себе и всем остальным. Ну что, резюмируя наш сегодняшний эфир, хочется вам быстренько, потому что остается несколько секунд сказать, что 13 сентября КВН-марафон традиционный будет приурочен ко Дню Города лучшей команды КВН Самары, там и команда КВН Самара в том числе. Ну и, собственно, вся информация будет у нас в группе ВКонтакте. И к ноябрю Леня зуб дал, как говорится, что команда КВН СОК соберется, просто The Best покажет какой-то концерт, я думаю, это будет просто бомба. Спасибо вам, ребят, большое, что пришли, вам хорошего настроения, замечательных эмоций, радуйте, улыбайтесь, не сидите дома, хороший день, я думаю, лучше, что провести его с кем-то хорошим, веселым, любимым. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова